Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об эпидемиологии и профилактике новой коронавирусной инфекции или COVID-19. Заболевание появилось в мире в конце прошлого года и к настоящему времени инфицировано во всем мире уже более 30 миллионов человек. И вот вы видите изображение возбудителя, это вирус, который мы называем SARS-CoV-2. Для того, чтобы понимать профилактические мероприятия, мы с вами должны понимать эпидемиологию. Источником инфекции заболевания у нас с вами является больной человек, который становится заразным за несколько дней до появления клинических симптомов. И если человек переносит бессимптомную инфекцию, он тоже у нас с вами является источником инфекции. Вирус реплицируется в верхних дыхательных путях и выделяется от больного человека при кашле, чихании, при смехе, плаче и при разговоре, когда у нас мелкие капельки слюны и носовой слизи выделяются в окружающую среду. И вот капли, посмотрите, могут быть мелкими и крупными. Мелкие капли при разговоре распространяются на расстояние 2 метров, при кашле 6 метров, а при чихании на 8 метров. Далее, крупные капли у нас с вами оседают на окружающие предметы. Это могут быть поручни, дверные звонки, ручки дверей, тележки в магазинах или различные предметы в туалетных комнатах и так далее. И вот когда мы с вами прикасаемся к этим предметам, то вирус попадает к нам на руки, затем мы трогаем лицо и с этими руками мы заносим вирус в глаза, в нос и в рот. Это у нас входные ворота для вируса гриппа. И вот вы видите, вот эта область у нас называется Т-зона. И может быть у нас также прямая передача вируса, когда человек чихает или кашляет себе в руку, потом здоровается с вами, вы трете нос и таким образом вот вирус у нас с вами передается. И самым важным моментом в профилактике коронавирусной инфекции в настоящее время у нас с вами является предотвратить передачу вируса от больного человека здоровому. Для этого мы с вами должны соблюдать простые профилактические мероприятия. На первый взгляд они очень простые, это правда, но на самом деле они очень-очень эффективны. Первое это соблюдение социальной дистанции. Вы видите, она должна быть не менее метра, но идеальная 2 метра, потому что мы с вами сказали при разговоре капельки слюны распространяются на расстоянии 2 метров. Далее мы должны с вами соблюдать респираторный этикет, то есть мы кашляем и чихаем с вами в одноразовую салфетку, а затем ее выкидываем. Если у нас нет салфетки, то мы с вами чихаем и кашляем в сгиб локтя. Далее обязательно нужно мыть руки, когда вы приходите домой или обрабатывать их различными антисептиками, когда вы находитесь в общественных местах. Не нужно трогать лицо руками, и если вы находитесь в общественных местах, особенно на расстоянии ближе, чем 2 метра от других людей, обязательно должны носить маску. И плюс маска еще нам с вами не позволяет трогать лицо, и тем самым двойной эффект этого простого мероприятия. Ну и конечно же мы с вами должны использовать различные антисептические средства, которые убивают вирус. Это и в общественных местах, и у себя дома тоже. Итак, как же нам с вами использовать маску? Перед тем, как надеть маску, вам нужно вымыть руки. Затем вы берете маску, и вы должны определить, где у нее верх и низ. Сверху находится металлическая полоска, и нам нужно с вами понять, где наружная, где внутренняя сторона. Внутренняя сторона, она всегда несколько светлее, чем наружная. Вот мы ее нашли, сгибаем полоску, надеваем маску, поправляем ее на нашем носу и закрываем подбородок. И вы должны убедиться, что у вас нет пространства между маской и лицом, и она очень плотно сидит. Пока вы носите маску, ее не нужно двигать, поправлять, не нужно к ней прикасаться, потому что на поверхности находятся микроорганизмы. Когда мы с вами снимаем маску, мы снимаем ее за резиночки и утилизируем, то есть выбрасываем просто, как и остальной прочий мусор. Если вы используете тканевые маски, тогда их нужно складывать в пакет, и каждый день с мылом или порошком в теплой воде вы обязательно должны стирать эти маски, это будет как дезинфицирующее мероприятие. Неправильное ношение масок заключается в том, что у нас с вами большое пространство между маской и лицом, или мы не закрыли нос, мы с вами говорили, что это самые главные входные ворота, или открыт подбородок, или мы просто маску используем как украшение, надев ее на шею. Естественно, в таких случаях польза отношения маски не будет никакой. Исследование, опубликованное было сравнительно недавно, оно очень ярко показывает, насколько эффективно это простое мероприятие. Посмотрите, это США, май месяц 2020 года, два больных парикмахера с клиническими симптомами COVID и с подтвержденным диагнозом в течение 8 дней работали, продолжали работать, хотя они были больны. С ними проконтактировали 139 посетителей парикмахерской. И затем их всех обследовали. Но в парикмахерской было строгое условие, все должны носить маски. И в масках были как сами парикмахеры, так и их посетители в течение всего периода нахождения в парикмахерской. И ни один человек, посетивший эту парикмахерскую, и родные и близкие этого человека не заболели, а у них у всех собирали данные, ни у кого не было клинических симптомов, и более половины их обследовали, они также остались здоровы. Вот, пожалуйста, маска предохраняет, но, естественно, только при условии, что оба человека, и больной, и здоровый, у нас с вами используют маску. Это исследование было тоже опубликовано сравнительно недавно. Проанализировано 142 исследования, куда вошли более 25 тысяч человек из 16 стран и 6 континентов. И они показали, посмотрите, что у нас с вами. Социальная дистанция, если она соблюдается более одного метра, то вероятность заражения у нас с вами в 4 раза меньше. Если у человека есть маска и нет маски, то опять-таки в 4 раза меньше вероятность заражения. И если человек носит защитные очки, то в 3 раза меньше вероятность заражения. И вот эти вот простые мероприятия максимально эффективно работают, естественно, при условии, что мы с вами и соблюдаем социальную дистанцию, и обязательно носим маски, и в некоторых случаях тоже надеваем защитные экраны или очки. Контактно-бытовая передача вируса обусловлена тем, что он чрезвычайно устойчив в окружающей среде. Посмотрите, пожалуйста, пластик 7 дней, бумага, стекло 4 дня, дерево, сталь, хирургические перчатки, алюминий, внешний слой хирургических масок, он выживает до недели, и в воздухе до 3 часов. И описано несколько вспышек, обусловленных контактно-бытовым путем. Вот это вот одна из них. Это у нас торговый центр в Инчжоу, Китай, январь 2020 года. Это здание, состоящее из 8 этажей, включая цокольный этаж и подземную парковку. На 7 этаже находятся офисные различные компании. И вот один из сотрудников приезжает из Уханя, он заболевает и заражает 6 своих коллег. Далее обнаружено, что еще 7 сотрудников торгового центра, которые работают на других этажах, и 10 посетителей, вот они у нас зеленым и красным, тоже заражаются. Причем все эти инфицированные лица женского пола, включая одного работника клининговой компании, которая убирала туалеты на всех этажах. А 16 остальных заболевших, они категорически отрицали какой-либо контакт с работниками с офиса 7 этажа. Но при обследовании было показано, что все работники офиса пользовались лифтом, и они каждый день посещали различные магазины на всех территориях данного торгового центра. И поэтому здесь передача была обусловлена контактом с различными предметами, загрязненными вот этим вирусом в туалетных комнатах и в лифтах. Вот, пожалуйста. Поэтому не забываем, находясь в общественных местах, мы с вами должны мыть руки. И если у нас нет возможности мыть руки, то их нужно обрабатывать специальными алкоголь-содержащими санитайзерами. Но если у вас есть видимые загрязнения, то сначала руки нужно вымыть, высушить, а зачем уже наносить антисептик. И, естественно, мы с вами должны проводить дезинфекцию различных предметов в быту. Это столы и стулья, различные гаджеты, потому что мы с вами приходим и на руках тоже можем приносить этот вирус домой. И как же мы с вами должны мыть руки? Это очень важно. Мыть их с мылом. Обратите, пожалуйста, внимание. Мыло, оно растворяет липидную жировую оболочку вируса, тем самым вирус разрывается и погибает. Мыть руки нужно не менее 20 секунд. Что мы делаем? Мы с вами мочим руки, наносим мыло и растираем сначала ладони по часовой стрелке и против часовой стрелки. Затем мы с вами переплетаем пальцы и прорабатываем межпальцевые складки с тыльной стороны. Затем мы с вами переплетаем пальцы и растираем ладони. Смыкаем руки и концевые фаланги с обеих сторон с вами моем. Затем захватываем большие пальцы. И в самую последнюю очередь мы с вами моем ладошку, когда собираем пальчики вместе и промываем ладошку. Затем мы с вами смываем мыло, вытираем руки одноразовым полотенцем. Этим же полотенцем мы с вами закрываем крат, а потом его выбрасываем. И при соблюдении вот этой техники мытья рук у нас с вами не останется никаких возбудителей, и мы с вами как раз будем соблюдать вот эти простые профилактические мероприятия. Итак, в настоящее время каждый из нас может, соблюдая простые профилактические мероприятия, внести свой вклад в борьбу с пандемией. Спасибо за внимание. Будьте здоровы!